МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагаем вашему вниманию обзор прессы на сегодня. В столице объявлен набор слушателей на бесплатные курсы по обучению государственному языку. Вечерняя Астана сообщает горожанам, как и где можно будет присоединиться к группе обучающихся. Заявки могут подать все желающие с 20 февраля по 10 марта. Занятия будут проходить два раза в неделю, сообщает издание. Группа сформирует по 12 и более человек. Набор запланирован для начинающих, продолжающих изучать язык, а также для тех, кому уровень позволяет заниматься по углубленной программе. Как пишет Вечерняя Астана, в столице проживает большое количество людей, которые хотят изучать казахский язык. Ведь его знание — это долг каждого гражданина. Государственный язык — такой же символ страны, как флаг, герб, гимн. В этом своем качестве он должен объединять всех граждан Казахстана, цитирует издание президента республики Нурсултана Назарбаева. Официальная дата окончания ленинградской блокады — 27 января. Однако памятные мероприятия начались уже сейчас и не только в городе-на-Неве. В роковые годы стойкостью и силой духа ленинградцев восторгался прогрессивный мир. Блокадникам помогал весь тыл. Значительный вклад в спасение жителей города внес и Казахстан. Общественно-политическая газета «Литер» на своих страницах отдает дань памяти тяжелому времени, героям трагической вехи в истории и рассказывает о наших соотечественниках, которые знают про горькие годы не понаслышке. У блокадников к Казахстану особое отношение. Именно в нашей республике в сороковые нашли уют и гостеприимство ленинградцы. Многие так и остались жить здесь, обретя второй дом на казахстанской земле. Бывшие участники событий возложили цветы к мемориалу славы в парке имени 28 панфиловцев в Алматы. На сегодняшний день в южной столице из числа бывших блокадников проживает 97 человек. Помимо ветеранов войны и представителей городских властей, было немало студентов и школьников. Как отметила директор военно-патриотического клуба «Орленок» Елена Ахмедова, современные дети практически не знают собственной истории. Поэтому участие в подобных памятных торжествах особенно полезно для образования подрастающего поколения. Совет по зеленому строительству планирует сфокусировать свою работу на создании национальной системы сертификации зеленых зданий. О том, как эта идея может быть реализована в ближайшем будущем, читайте в свежем номере аналитического интернет-журнала «Власть». Глава фонда недвижимости Самрук Казана Булат Полымбетов подчеркнул, что нам нужны такие площадки, объединяющие архитекторов, строительные компании, производителей стройматериалов и других экспертов отрасли, где мы могли бы встречаться, делиться опытом и обмениваться мнениями. Кроме этого, чиновник рассказал, что в Астане начинается застройка «Зеленого квартала», который займет площадь в 200 тысяч квадратных метров за торгово-развлекательным комплексом «Ханшатыр». На строительство объекта выделена сумма в размере 300 миллионов долларов. О прессе на сегодня все. Читайте газеты. Редактор субтитров А.Семкин